Здравствуйте, уважаемые телезрители. Спешу представить нашу гостью, потому что времени у нас не так много, информации у нее просто огромное множество. Это Людмила Анатольевна Ковалишина, фитотерапевт. Очень многие одесситы ее хорошо знают и по ее делам и трудам в Свято-Иверском мужском монастыре. И сегодня там открылась Божья аптека, уже, слава Богу, столько лет здорово работает. И был наш репортаж о том, как открылась тоже филиал Божьей аптеки на Дерибасовской, вот на этой вот ярмарке. И, кстати, еще один филиал открылся в Женском монастыре, Свято-Архангела Михайловском монастыре, который находится на улице Успенского, недалеко от парка Шевченко. На протяжении многих лет ваших трудов, вот так, слава Богу, вы потихонечку разрастаетесь. Это говорит прежде всего о том, что действительно это сегодня актуально и очень нужно, и это очень востребовано, что самое главное. Что ваше знание, ваш опыт и вот это все накопленные ваши труды, буквально рукотворные труды, они воплотились вот в такие вот дела. Собственно, часть этого мы увидим сегодня на столе. Напоминаю, что наш телефон 737-7310. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы, Людмила Анатольевна. И хочу сказать, что сегодня мы стартуем, что можно сказать, в прямых эфирах по четвергам мы договорились, будем выходить по четвергам. Ну, скорее всего, вот в это же время, в 15 часов, ну и будете смотреть в повторах нашей передачи. И будем надеяться, что Людмила Анатольевна будет щедро делиться своим опытом. Ну что ж, давайте рассказывать потихоньку, ну хотя бы отчасти из того, что сегодня у нас здесь представлено на нашем столе. Мне хочется рассказать и вас вернуть немножечко в теплое лето. Хотя у нас зима и не очень такая суровая, тяжелая, ее можно перенести. Но зато мы получаем от этой зимы такие подарки в виде простудных заболеваний. Поскольку нет мороза и не убиваются бактерии, мы подхватываем вирусы на лето, буквально в смысле слова. Для того, чтобы мы могли избавиться от этих вирусов, как-то себя поднять, поднять иммунитет, свою форму вернуть обычную, в которой мы находимся, и как-то выйти из того состояния праздничного, в котором мы немножко там перебрали каких-то колбасок, каких-то конфеток, все это наели. Мы сейчас должны от этого всего как бы потихонечку избавляться. Для этих целей мы используем обычно травяные наборы. Я говорю обычно, потому что те люди, которые к нам ездили, они знают, что это такое. А те, которые еще не были, я им хочу рассказать о том, что существуют обычные травяные наборы, такие как очищающий сбор трав, избыточный вес, сбор трав при нарушении обмена веществ. Эти все сборы у нас есть в монастыре. И противовоспалительные. И противовоспалительные, когда при такой погоде мы не знаем, как одеваться. Выходим в одной одежде, вдруг жарко, мы вспотели, нас немножко продувало, у кого радикулит, у кого там свело плечо, у кого еще что-то, плекситы, бурситы. И для этих целей мы создали такой сбор трав, который называется противовоспалительный. Вот его название говорит за себя. В этот сбор трав входят такие травы, как сабельник болотный, достаточно известный. Но я бы еще хотела сказать, что в этот сбор трав входит великолепная травка по своим свойствам, очень красивая. Она радует глаз своим цветом. Она называется вереск. Вот я попрошу нашего режиссера показать, как выглядит вереск, чтобы представили себе вот эту травку. А где растет эта травка? Эта травка растет в Прикарпатии. Травочка экологическая. То есть она в нашем регионе не растет по той простой причине, что у нас очень много различных выбросов. И вот перед вами красавец вереск. Необыкновенный цвет. Обычно зацветает в конце августа месяца, в конце лета. Относится к хвойным породам, вот вечно зеленым. Поскольку хвоя у него остается всю зиму зеленого цвета. Вот, кстати, к празднику как раз вот хвойное растение. И тем не менее оно цветет, дает такой великолепный цвет, фиолетовый цвет, радует глаз. Значит, обладает удивительными противовоспалительными свойствами. Обладает свойствами успокоительными. Успокаивает нервную систему. И еще одна необыкновенная особенность вереска. Из него получают наши труженицы-пчелочки вересковый мед. Хотя некоторые говорят, что он не такой вкусный, как обычный мед. Но я была в Прикарпатии, я сама собирала вереск. И знаю, что мед этот просто великолепен. Я хочу вам показать эту травку, вот как она выглядит в сухом виде. Вереск. Вот он очень красивый сам по себе. Вот такие вот, Саше передам. И запах у него замечательный. Просто приятный запах такой. Очень положительно вереск влияет и на наши почки. Нам трудно действительно достаточно так четко показать, как он выглядит. Но я думаю, что те, кто придет в божью аптеку, обязательно рассмотрят. Такие вот сиреневые вкрапления на зеленом фоне. Очень красивый цвет. Очень хочется поговорить о тех травах, которые нормализуют обмен веществ. Особенно после рождественских перееданий немножечко. Мне хотелось бы поговорить о травке, которая называется зайчий горох или эспарцет. Все его знают, как эту травку, как свойство. Достаточно знакомый цветок такой, да? Да, да, да. Очень красивый. Он растет в полях, выращивают его. Выращивают для того, чтобы кормить коровок, использовать его. Но и мы можем подживиться на этом поприще. Особенно мужчины. Он полезен тем, что он вырабатывает дополнительный тестостерон. То есть он способствует тому, что увеличивается количество тестостерона и андрогена. Значит, очень полезен тем людям, которые хотят накачать бицепсы, хотят стать очень сильными, мощными. И одновременно он выводит лишнюю воду из организма, и лишний жир, и растворяет неполезный холестерин, который мы там накопили немножко за праздники. И казалось бы, да, она ведь просто обыкновенная декоративная травочка, да? Да, да. И такой вот цветок, и так как много пользы. У нас есть звонок. Давайте мы послушаем, пожалуйста, говорите. Вы в эфире не слушаем. Да, 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 слушаем. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня в утро. Я тоже в сериале у меня сильно стала плохо. Пополнила сильно. Алло. Да, мы вас слушаем. Вы слышите меня, там сильно пополнила я еще. Да, да. И в сериале уже как-то тебе помочь. Я даже ходить не могу. Может, как-то я разговариваю с вами, чтобы прекрасно дополнить и ты мне. У нас есть такая услуга, кстати. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Понятен, да. Сейчас Людмила Анатольевна вам ответит. Вы запишите наш телефончик, позвоните в Божью аптеку. У нас есть такая услуга. Мы записываем адреса наших одесситов. Они звонят, заходят к нам на сайт. И мы привозим домой. Им необходимые лекарства. Я расписываю, как принимать эти травочки и настоечки. И обычные травы. От псориаза, вот, кстати, мы с вами говорили об эспарцете. Сейчас мы можем немножко, пару слов сказать о курильском чае. Курильский чай – это необыкновенное растение. Кстати, вот женщина говорила, что у нее псориаз. Это нарушение желудочно-кишечного дисбаланса. То есть это дисбактериоз. Ну, сейчас мы можем увидеть, как курильский чай выглядит в своем природном естественном виде. Я его показываю, в каком он сухом виде. А вот он такой красивый, желтенький, такие цветочки пышные. А где он растет в курильском чае? Он растет на Алтае. И его можно выращивать у нас. Название, конечно, интересное – курильский чай. Но это только он так называется. Раньше только в области курил он распространялся. Сейчас на Алтае его очень много. И может выращиваться у нас, как декоративное растение, очень красиво. Курильский чай мы используем при дисбактериозах, при нарушении обмена веществ. И, кстати, вот нарушение обмена веществ – это псориаз. Значит, очень хороший этот чай и при запорах. Потому что обычно нервное состояние, псориаз, запоры, и все это взаимосвязано. Но сбор трав от псориаза есть отдельно. И сбор трав для похудения. И даже мы делаем в порошках, эти сборы перемалываем. И называется у нас небесная ласточка. То есть после этого сбора человек летает, как ласточка. Он чувствует себя так хорошо. И, кстати, еще хотелось бы мне поговорить о такой травочке, как после курильского чая у нас… Петров крест. Петров крест. Вот, вот. Вот по поводу псориаза и для того, чтобы нормализовать обмен веществ и почистить печень. Вот Петров крест. Почему он так называется? Потому что все корни этого растения в виде креста. И в растении оно само по себе очень красивое, необыкновенно выглядит. Вот сейчас телезрители видят как раз фотографию туда. Да. Растение очень интересное с какой-то изюминкой. Оно прячется. Я помню, его пошла собирать. Его так было много. Его нужно собирать во время цветения и выкапывать корни. Корни красивейшие в виде крестиков. И когда я начала его собирать, мне оказалось, у меня лопаты. Я пошла за лопатой, вернулась с лопатой Петрова крестонет. Мне пришлось очень хорошо помолиться, прочесть Акафиск апостолу Петру. Только тогда я смогла найти это растение. Вот такая интересная история произошла. Секундочку, мы продолжим. Петров крест и расскажет. У нас просто есть звоночек. Да, давайте мы послушаем. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Добрый день, Александр. Добрый день, гости. Скажите, пожалуйста, если принимать правы по рекомендации вашей гости, нужно ли перед этим хорошенечко почистить организм, чтобы они дали какую-то пользу эти травмы? Потому что бывает такое, без диагностики, без ничего, без травмы человек попадает на больничную пойму. Спасибо. Спасибо. Во-первых, я уже готов ответить за Людмилу Анатольевну. Без диагностики она, как правило, не принимает людей. Потому что она, даже если есть какие-то сомнения, Людмила Анатольевна отправляет их в больницу, чтобы люди обязательно прошли обследование, получили, так сказать, на руки все вот эти вот обследования. И на основании их я просто сам наблюдал, когда бывал в божьей аптеке, когда люди сидят, причем и просто привозить и те обследования, которые были полугодичные, годичной давности, чтобы посмотреть процесс в динамике. И вот тогда очень точно рассчитать дозировку трав и все это лечение. Кстати, у нас травы назначаются на фоне общей терапии, которую назначают наши врачи. Потому что травы – это как вспомогательное средство при общей терапии. Особенно для онкологических больных мы советуем травы использовать очень и очень осторожно. При химиотерапии, допустим, нельзя использовать травы только после химиотерапии. Там очень есть серьезные нюансы. А по поводу того, что вы вашего вопроса, хочется ответить так, что вы, пожалуйста, и обследуйтесь хорошенько. Но травы пить очень полезно. Травы пьют, все ароматные чаи пьют, все морковку кушает каждый из нас, еще не отравился морковь, если там, конечно, нет какой-то химии. А травы у нас экологически чистые. Мы проверяем, бактериологические контроли осуществляются, радиоакционные обязательно и на наличие тяжелых металлов проверяем. И еще и намоленные. Это самое главное. Итак, продолжаем. Петров крест. Да. Петров крест. Это единственное растение, которое содержит такие вещества, которые, попадая в онкологическую клетку, изнутри ее разрушают. И способствует тому, что здоровая клеточка может на фоне этих больных формировать дочерную здоровую клетку. Это единственное растение. Таких растений вообще нет. Вот это одно, это не чистотел, это не болиголов, это Петров крест. Петров крест разрушает метастазы в самом-самом начале. Это все должны мы знать. А где он растет? Он растет в Прикарпатии. В Одесской области его нет, потому что я его копала в Прикарпатии. В Винницкой области очень редко попадается растение специфическое. И в определенный сезон надо ехать. В определенный сезон, это ранняя весна, это где-то конец с апреля месяца, начало мая. Он расцветает очень пышным цветом, и мы его можем выкопать и сделать из свежего корня на стоечку. Ну и следующее растение, о котором вы обещали рассказать, это уснее бородатая. Такое необычное название. Уснее бородатая или зеленая борода, или борода пантелеймона целителя. Это растение паразитирующее, паразитирует на других растениях. Вот вы его видите, белая такая борода, седая, очень красивая. И свойства у нее уникальнейшие. Опять-таки, это экологическое растение. В загрязненных районах оно не растет. Растет только в экологически чистых районах, районах Прикарпатия, Закарпатия. В России есть, в некоторых районах, в Ярославской области. Вот там я его собирала, на деревьях. Это удивительное. Растение, смотришь на дерево, облеплено все этой бородочкой. Значит, свойства у него самые-самые-самые лучшие, какие только можно придумать. Значит, это антибактериальные свойства. Никакой антибиотик химического происхождения никак не может сравниться с уснее бородатой, поскольку она разрушает вирусы, она разрушает бактерии, которые атакуют наш организм. Болезнетворные бактерии. Болезнетворные бактерии. Да, полезные бактерии трогать нельзя. Но, кстати, она способствует тому, что полезные бактерии, вот я обычно рекомендую уснею бородатую на фоне таких пробиотиков, как ротобиотик, бифаков, вот обязательно тем людям, которые приняли достаточное количество антибиотиков. Но уснею бородатую и рекомендую даже тем людям, которые болеют туберкулезом, как вспомогательное средство. Опять-таки с носом. Да, я вот еще раз хочу обратиться к предыдущему звонку. Знаете, такой немножко осадок остался все-таки, не могу его как-то отпустить. Но просто была сказана реплика. Ну вот что бывает, что вот пьют, значит, травы, и не только не полезно, но еще и вред приносят. Ну, на самом-то деле, действительно, если неправильно пить и обратиться, в общем-то, не к профессиональному человеку, который занимается этим не один год, а обратиться к какому-то шарлатану, то, может быть, у вас такой эффект и будет. Но здесь дело в том, что вот сколько мы с Людмилой Анатольевной не встречались и, может быть, видели нашу предыдущую передачу, вот предновогоднюю, когда мы на Дерибасовской снимали в вашей божьей аптеке. Вот, он тогда рассказывали и подчеркивали, что ни в коей мере не ставится в альтернативу, вот этот метод, в альтернативу официальному лечению, официальным препаратам. Другое дело, что на фоне этих трав происходит быстрейшее, так сказать, выздоровление и воздействие, так сказать, более, так сказать, легких вот этих препаратов, которые прописаны. Ну и следующее, да, растение переходим, это называется молочай паласа. Что это за молочай? Это известное растение, мы знаем такого фитотерапевта палас, который нашел и использовал и описал несметное количество растений. Одно растение… Выглядит как экзотическое очень, да? Да, ну, молочайное, семейство молочайных, мы используем корень. Корень молочая паласа обычно, сейчас вот такое распространенное заполивание, как гепатит С, вот просто поголовно, каждый второй приходит гепатит С, гепатит С, гепатит С. И при гепатите С я использую настойку молочая паласа как вспомогательное средство, еще и сбор трав при гепатите С, антивирусный, антибактериальный, который очень хорошо помогает в таких вот случаях. Ну, туда входят в основном травочки, которые регенерируют печень, травы, которые способствуют тому, что клеточки печени восстанавливаются и не происходит цирроз. Обычно после гепатита, после вирусного заболевания образуется цирроз печени. Но мы такие травы собираем в этот сбор, которые способствуют тому, что клеточки остаются на уровне. И это помогает молочай паласа. Еще у него удивительные свойства, он тоже помогает мужчинам. Мужчинам при таких вот заболеваниях, как простатит, аденомо-предстательные железы, это уже достаточно распространенное заболевание. Из него мы делаем набор трав, который называется мощный набор трав при аденоме предстательной железы. Дальше мы будем рассказывать о других травах. И вот это один из компонентов, это молочай паласа, а следующий будет кодила мелисонистная, о котором мы расскажем. Мне, кстати, раз вы сказали, упомянули, что один из компонентов еще очень важно подчеркнуть, что важна не только сочетаемость разных трав, вот комплексная сочетаемость, важно взять любой сбор, там по 15, по 20, а то и больше вообще перечень тех трав, но и количественная сопоставимость между ними. Очень строго вымерена дозировка, что проверено, в общем-то, многими-многими годами и не только вашим опытом. Ну, естественно. То есть вот это все на самом-то деле это не так, что взял, пук сена, да, вот надергал разных трав, перемешал, порубил, заварил и выпил. Нет, там на самом-то деле они еще вот, количество, очень влияет и сопоставимость вот количеств этих трав. Скрупулезный труд. Да, я просто вот раз я уже вас перебил, еще раз напомню, что... Извините, что я... Божья аптека, да, мы говорили номер телефона, я вот еще раз обращаюсь вот к той телезрительнице, которая спрашивала, можно ли получить на дом. Вот такой сбор, еще раз напоминаю, телефон Божьей аптеки в Иверском монастыре 772-83-92. Но кроме этого есть, запишите еще до окончания эфира, будет повторяться этот титр. Вот, есть еще в женском Свято-Архангеломихайловском монастыре есть тоже, в церковной лавке есть тоже филиал аптеки. Там, ну, если успеете записать, запишите 094-950-37-12. А вообще, на самом деле, его величество интернет, можете просто набрать в женский монастырь или в Свято-Архангеломихайловский монастырь, и там этот телефон будет светиться. И на Дерибасовской ярмарке, прямо в центре города, там вот одна секция под номером 24А, насколько я помню, если мне не изменяет память. И там на Дерибасовской тоже есть телефон 736-48-73. Ну, часто в праздники, в выходные дни гуляем по Дерибасовской, вы можете заглянуть туда, просто погрузиться в этот аромат трав, просто постоять, подышать, и тут же почувствовать себя намного здоровее. Ну что ж, переходим мы к веселке, да? Да, веселка. Гриб веселка. Пани млада, так называемая. Ей приписывают такие необыкновенные свойства. Свойства противоопухолевые. Самое главное. Мы его, извините, я перебью, мы его покажем, нас просто ждет телезритель на связи. А, хорошо, да. Давайте, мы послушаем, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, слушаем вас. Сорвался. Алло? Да-да-да, слушаем. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос вашей гости. Какую травку она посоветует принимать из Божьей аптеки, чтобы снизить вес? Ну, это у нас очень богатый выбор. Во-первых, очень хочется с вами увидеться, потому что бывает, что вес набран совершенно по разным причинам. Во-первых, это нарушение обмена веществ может быть на фоне сахарного диабета. Нужно сахар снизить. Я же не могу вам назначить сахароснижающие травы, если у вас нормальный сахар. И бывает, что набирается вес из-за того, что неправильно функционирует гормональный, неправильно гормональный фон и неправильно функционирует щитовидная железа. Тут же обратно тоже нужна по щитовидке. Но общий такой, мы уже говорили, это небесная ласточка и избыточный вес у нас есть. И они чистят весь организм от личных шлаков, каких-то лишних килограммов, которые вы набрали. И они безвредны совершенно. Но вы должны все-таки подумать, что у вас там, какой-то сбой в организме произошел. А может быть возрастной. Ольга Анатольевна, вы подскажите, а когда вы принимаете вот в Иверском монастыре? Два раза в неделю, среда и суббота с 11 до 15.00. Это среда, суббота в Иверском, а на Дерибасовской? На Дерибасовской пока еще не определилась со временем, но в следующей передаче я вам расскажу. Мы расскажем. Да, я тогда еще раз напомню, что теперь мы будем каждый четверг выходить, вот каждый четверг в 15 часов с Людмилой Анатольевной. Так что, пожалуйста, смотрите, подключайтесь к разговору. У нас еще один звонок, мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Да, да, слушаем. Алло, вот это на этот вопрос. Да, да. Вот на что и красные щетки я у вас купила? Он для того, чтобы лечить мостопатию. Но у меня проблемы с нервной системой, или это невроз? Красная щетка на нервную систему влияет или нет? Хорошо. Конечно, влияет, очень положительно влияет. Она влияет на гормональный женский фон. То есть, красная щетка содержит необходимые женщинам эстрогены, которых не хватает. А эстрогены – это успокоительный гормон. То есть, вы прекрасно знаете, тот же самый хмель содержит эстрогены. Да, мы не рекомендуем хмельное пиво пить мужчинам в больших количествах, потому что они могут превратиться в женщин, да? А красная щетка содержит эстрогены. Ну, и случайно на хмельной закваске хлеб выпекают вообще? У нас нет, у нас в монастыре хлеб не выпекают на хмельной закваске, даже бездрожжевой хлеб у нас выпекается. Ну, и поэтому я бы советовала вам красную щеточку пить одновременно с боровой маткой, если вы можете так себе это позволить. Но я бы хотела еще поговорить с вами индивидуально, потому что все-таки этот процесс не такой уже простой. Это ваше здоровье, и это может превратиться в что-то более серьезное. Я хочу вас пугать, но, во всяком случае, можно найти какую-то альтернативу. Ту же самую грушанку попить, ту же самую манжетку, о которой мы будем говорить позднее чуть-чуть. Ну, в общем, запишите телефон на божьей аптеке, позвоните, запишитесь на прием, уточните, когда вы можете приехать к Людмиле Анатольевне. А мы все-таки обещали рассказать о веселке, да? Да, обещали. Давайте расскажем, покажем веселку, как она выглядит. Веселка – это грибочек такой, кстати, я его в этом году сама нашла, даже у нас в Одессе, в Одесской области. Он тут в лежачем состоянии, но вообще-то этот гриб, он образует такие белые шарики, а потом уже выбрасывает шапочку. Интересная история у меня была с этой находкой первый раз, когда я нашла гриб-веселку. Я еще была не в курсе, что с ним делать. Я в травах разбиралась, а в грибах не очень, потихонечку училась. Вся моя жизнь – это учение. И я несла этот гриб, и за мной собралась целая свора собаки, и они начали… у него запах такой неприятный в сыром виде. Но когда его заливают 40-градусной водочкой, запах абсолютно сразу меняется и пахнет обычным грибом. Но свойства у него уникальные. То есть омолаживающие свойства, омолаживает организм, омолаживает сосуды, омолаживает сердце, сердечно-сосудистую систему омолаживает, помогает заживлять любые раны, какие только есть. Особенно трофические язвы я обычно советую и пить, и наружно использовать гриб-веселку при трофических язвах. Но это не случайно на Западной Украине его называют «Пани Млада». Да, да, омолаживает организм. Ну, у нас уже минутки 4 остается до окончания эфира. Давайте вот что мы успеем рассказать. Давайте о пасконнике может быть несколько слов. О, вот я хотела к нему как-то так притронуться, к этому пасконнику и рассказать вам о нем, потому что вот очень много вопросов женщины задавали по поводу похудения. Вот именно, вот посмотрите, какое красивое растение. И вот он называется «Супер сжигатель жира». Это пасконник у нас. Но он не только справляется с любым жиром, который у нас в организме, он также нейтрализует плохой холестерин. То есть есть хороший холестерин, есть плохой. Эта травочка, она выбирает плохой холестерин и просто выводит его. Есть рекомендации, как принимать пасконник. Его нужно заварить или на красном вине можно заварить. Но у кого, допустим, аппетит повышенный, я вино, конечно, не советую. А заваривать его в обычном состоянии, там, 2 столовые ложки на 600 миллилитров по дичке и пить по стакану три раза в день. Кстати, после похмелья это самое лучшее средство на сегодняшний день, что только можно придумать. Не нужно ничего другого. Ну, и успеем, наверное, еще показать, рассказать, есть такое тоже необычное название – кодила мелисолистная. Кодила мелисолистная. Это растение, которое пришло к нам в Западной Украине. Украины обычно называли, говорили, вот человек умирает, ему помогает, я к мертвому кодила. А это кодила помогает всем. То есть оно при любых заболеваниях используется. Ну, травы вообще поливалентны. Но это просто удивительное растение. Я специально подобрала такие растения, чтобы у них были названия соответствующие. И помогали они разносторонние. Вот кодила мелисолистная – это и язва желудка, и двенадцатиперстные кишки, это и простатит, в особенности с другими травами. Вот я говорила о молочае палоса. Значит, есть такой сбор трав мощный при аденоме предстательной железы, и туда мы добавляем обязательно кодила мелисолистная вместе с молочаем палосом. И ван-чай туда входит, и так далее. Людмила Анатольевна, будем уже потихонечку приближаться к финалу нашей программы. Но здесь наверняка наши телезрители обратили внимание, что на столе у нас выставлено еще огромное множество… Это не огромное множество. У вас на самом деле в вашей аптеке… Вот там действительно огромное множество различных настоек, уникальных, совершенных мазей. Ведь мази вы делаете тоже, так сказать, это просто целая отдельная, так сказать, линейка. Тема. И целая отдельная тема, как они делаются, эти мази, как они настаиваются, вот и какие маслица вы туда добавляете, да. Это тоже достойно просто отдельного эфира. И в одной из передач мы, конечно, обязательно будем рассказывать отдельно о настойках, отдельно о мазях. Ну и продолжим рассказ о травах. Я еще раз вам напомню, что у нас в гостях сегодня была Людмила Анатольевна Ковалишина, фитотерапевт. Божья ее аптека находится в Свято-Еверском мужском монастыре. Вот, ну кроме этого, если вам далеко туда ехать, на поселок Таира, вот вы можете заглянуть либо в женский монастырь, Свято-Архангеломихайловский монастырь на Успенской, вот рядышком недалеко от парка Шевченко, от Белинского, вот на Успенской-4. И либо вы можете зайти на Дерибасовский прямо в центре города, где вот это у нас большой ярмарочный такой городок, там найдете вот это отделение 24А, вот одна из секций. Вот там тоже есть божья аптека, и там тоже присутствует, так сказать, воспитанник и Людмила Анатольевна, который подробно все расскажет. Вот. Ну а если все-таки вы собираетесь, действительно есть проблемные какие-то вещи, вы понимаете, что нужно попить вам чаи, а действительно они могут вам помочь, и травочки эти, и мази, и настойки, вот, то не поленитесь, все-таки попадите на прием к Людмиле Анатольевне вместе с теми вот анализами, с теми исследованиями, обследованиями, которые вы делали, чтобы вы очень четко и грамотно выстроили ту тактику, вот, чтобы победить ваш недуг. А то, что он будет побежден, а если еще и с молитвой, вот, то я думаю, что успех просто гарантирован. Ну и на прощание еще раз говорю, что мы с Людмилой Анатольевной каждый четверг в 15 часов в прямом эфире принимаем ваши звонки, и Людмила Анатольевна щедро делится своим опытом. Спасибо вам огромное, и вам спасибо за то, что были с нами. До новых встреч на Медиа-Информе. Субтитры подогнал «Симон»